Здравствуйте дорогие друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же Моряк, и это фокусы от моряка.ру В этом видео нас с вами ожидает очередной гостевой выпуск И сегодня у нас в гостях молодой и талантливый матрос, которого зовут Михаил Киселёв Михаил является автором и ведущим канала Theory of My Art, ссылку на который, конечно же, я оставлю в описании к этому видео Ну что ж, я предлагаю прекращать слушать мою болтовню и перейти посмотреть, что же припас для нас, Михаил Всем привет! Это видео сделано специально для канала Фокуса от моряка Меня зовут Михаил Киселёв, и я ведущий канала Theory of My Art Привет, Сергей! И сегодня я покажу вам свой самый любимый фокус, который я показывал очень много раз Возможно, вы его где-то видели, но сегодня я расскажу все тонкости данного трюка Итак, у нас есть 4 туза Далее, что мы делаем? Мы спрашиваем зрителя, знает ли он масти? Ну, зритель, естественно, наверное, знает Если не знает, то я даже и так показывал В общем-то, у нас есть 2 красных туза и 2 черных туза 1, 2, 3, 4 Пока все очень просто и все очень логично Мы показываем первую карту, это у нас туз крестовый Мы убираем его вот сюда, вот здесь вот она лежит И спрашиваем, а вот это какая карта? Он говорит, туз пиковый, соответственно, да? И мы его убираем тоже сюда То есть здесь туз крестовый, а здесь туз пиковый Здесь какие-то 2 карты? Либо, зритель говорит, черви-буби, либо красные То есть, кто не знает масти, тот тоже сможет взаимодействовать с вами Вы говорите, что вставываете их в середину, щелкайте пальцами И карты проходят магическим образом наверх, колоди, да? Но на самом деле, если вы смотрели внимательно То вы должны были заметить, что на самом деле Еще раз повторюсь, повторюсь Это не были тузы На самом деле это короли Смотрите внимательно Сюда и сюда Раз король, два король Три король, четыре короля Ну естественно, потом можно дать колоду зрителю на проверку Без каких-либо дубликатов сделан фокус Давайте приступим к обучению Ох, ребята, если вы думаете, что этот фокус простой Ну, если вы его нигде никогда не видели То вы ошибаетесь На самом деле этот фокус не очень легкий Но его выучить очень, достаточно-таки, непроблематично, так сказать Если вы будете тренироваться, то вы его выучите Я показывал этот фокус на какой-либо поверхности Это на стуле Показывал его на столе Я показывал его на ладошках зрителя Но это на самом деле самое хардовое Так вам лучше не делать Не рискуйте Вы должны положить либо королей, либо тузов Либо другие любые карты Наверх колоды в таком порядке Чтобы у вас сначала шли две черные, а потом две красные Либо две красные, либо две черные Потом две черные Это важно И также тузы Все Подготовка готова Вы показываете зрителю четыре туза Но дальше не показываете У вас здесь лежат короли Два красных сначала, а потом два черных Вы, когда сдвигаете четыре карты Вы слистываете дальше на брейк Две карты Брейк это мизинчик Я думаю, вы все знаете Обучаюсь у моряка Он делал много обучений на этот счет И у нас есть брейк на две карты И четыре туза Далее вы все это снимаете с брейка То есть получается у вас Шесть карт Раз, два Слистываете Это две красных И говорите при этом Повторяйте, что две красных И дальше идет вот такой вот порядок Вы бросаете сверху Повторюсь То есть сейчас у вас идет порядок Два короля внизу Вы все это сбрасываете И говорите Три, четыре туза Соответственно Туз, туз, король, король Туз, туз, король, король Запомни Сейчас у вас позиция Два туза внизу И два короля наверху Что вы делаете сначала? Вы слистываете верхнюю и нижнюю карту Средним и большим пальцем И вытаскиваете средним и большим пальцем Вот за эти части Две карты из середины Вот так Переворачиваете их Взяв четвертый То есть безымянный палец И большим Указательным вот сюда Большим проводите вот так И показываете, что здесь Туз в пике Вот это движение не обязательно Это так понты Можно сказать Но оно мне очень нравится Если кому интересно То просто берете за уголки Средним и указательным Переворачиваете И большой Тоже взявитесь То есть на большой ставите И на средний Указательным переворачиваете Туз в пике То есть соответственно Туз в пике здесь А здесь уже король Произошла подмена Далее слистываете сверху Большим пальцем Верхнюю карту И вытаскиваете нижнюю Здесь показываете, что у вас Туз в кресть Соответственно тоже средний и большой Указательным переворачиваете Все И кладете король Раз король, два короля Здесь вы говорите, какие два туза Зритель говорит Красные Потому что, ну, как бы Здесь черные, значит здесь красные, логично, правда? Убирайте их в середину Ну, то есть черные тузы убирайте в середину Щелкаете пальцами И они проходят у вас наверх Далее, когда вы показываете эти две карты Вы делаете брейк на две другие карты На два короля Не важно какие цвета Ну, допустим, красные Далее говорите, что нет, ты ошибаешься Здесь, оказывается, нет тузы Здесь короли И вы делаете сменку шейк-ченч Я думаю, вы все умеете делать сменку шейк-ченч Большой палец в правый нижний угол Средний в левый верхний Начинайте трясти И указательным пальцем Переворачиваете карту В один резкий момент То есть, когда вы ведете резко руку Вы тогда переворачиваете Вот так вот Ну, в быстром темпе, я думаю, все знают Как выглядит эта сменка Примерно так Кладете все на колоду и показываете Раз, два карта Для эффектности, как я делал видео Вы берете средним сверху Большой снизу Вот так вот Надавливаете Указательный кладете к середине И, естественно, вот так вот у вас карты должны перевернуться Ну, медленно это не сделать То есть, выглядит Примерно как-то так Раз, два, три, четыре короля В этот момент делаете шарли карты левой рукой И все Карты у вас спрятаны То есть, у вас туза где-то в середине И вы даете спокойно колоду на проверку Ну, и, естественно, вы понимаете Что если человек, которому вы показываете Не знает масти Можно с ним разговаривать как черные-красные Черные-красные Ну, я думаю, вы меня поняли Ну, и на сегодня это все Всем спасибо Вот такой вот был классный фокус С вами был Миша Всем спасибо Всем пока